Возвращаемся, друзья. Запись локальная пошла. Всем, кто в записи смотрит, привет. У нас суперфинал. Хэппи удалось по лузерам пробраться к самому главному боссу. Это 120-й китайский андет. Сейчас будет у нас бо-7 андет на андет. Подбанили две карты Теренас и Консилд Хилл. После этого матча мы с вами попробуем, так же, как вчера, поиграть в ФФА. Я, наверное, после этой карты пойду, создам, чтобы можно было поприсоединяться. Вчера неплохо зарубились, конечно. Тони Крандом говорит, Бобер, а будет прохождение игры какие-нибудь в ближайшее время, кроме пошаговых XCOM, как не за это ты в них играешь? Самое ближайшее, то, что точно будет, это прохождение Baldur's Gate, третьей части, вместе с БСП. Это будет в начале августа где-то. Ну, сразу как игра выйдет. Спасибо там за подарки, делюжину. Ну, поехали. Так, не путаем по цветам. Значит, Хэппи у нас синенький, 120-й, желтенький. Левый нижний угол Хэппи, правый верхний, соответственно, 120-й. Будет, скорее всего, зеркалка по героям, по юнитам. Ну, посмотрим. Вдруг там мэчап... Там могут быть, конечно, первый Лич, первый ДК, в зависимости от... Ну, посмотрим. Посмотрим. Держитесь. Undead на Undead. Финал, который мы заслужили. Но, с другой стороны, это топ-1 и топ-3 текущего рейтинга. Лин отвалился на Colorful. Там Романтик отвалился на Хэппи. Эльфы полегли... Ну, один эльф в финале верхней сетки Каха полег от 120-го. В Лузерах отвалился и Colorful, и Каха тоже от Хапача. Так что, извините, до суперфинала дошли только самые-самые сильные по результатам этих матчей. Лич против ДК. И, кстати, Хэппи, начиная через Лича, у противника ДК уже будет неполная зеркалка. Каха все равно молодец. Ну да, топ-3 на таком турнире. Но закончил он этот турнир хуже, чем начал. Победить Лина, победить Хэппи. Дать хороший бой 120-му. Ну, более-менее хороший. АПМ там 400+, 450-400. Кликает как сумасшедший. Привет, доктор Нуба. Всем, кто присоединился, здрасте. Прямая трансляция goodgame.ru. Классный турнир, классный сайт. Смотрим, болеем за Хапача. Просто Хэггарит, болеем за настоящего мужика нашего героя, достойного мужчины и просто хорошего парня, нашего брата Азиата. 120-й гол. Ну, вот видите, кто как болеет. Так, забирают первые точки. Лич побыстрее, крепится. Когти лечу, отличный артефакт на старте. Дальше что за артефакт, плюс три или не плюс три? Плюс три, кольцо плюс три. Тоже хорошо. Лич второй, ДК пока еще нет. Но там добьют скелеты. Хэппи сразу начинает, переходит точнее на желтую точку. И сейчас уже ДК не прав. 120-му не хватает разведки. Он не знает, где находится Хэппи, пытается его найти, не находит на точке. Это значит, время потеряно. Это значит, Хэппи без особых проблем соберет точку, эту уже доедает. И получает хорошую большую бутылку маны. Даже 120-й там на камере что-то выдохнул, поняв, что потерял секунд 20. Все, понял, что все плохо. Лич возвращается, но в скелетап для дополнительного опыта. Это важно, потому что лича нужно тянуть до третьего. Ему осталось совсем немножко. 2,7, но до третьего не дотягивает. Сентривард ставит грамотно 120-й, контролирует выход в центр. И морлоки начинают здесь... Иллюзию выбивает. ДК не может вообще ничего добить. Только гулька первая. Одного удара хватит, нет? Она хватила. Но последний скелет, это будет третий лич, кстати. Вот этот вот, последний скелет, третий лич. И можно уже новую даже ДК кидать. Не? Нет, не стал. Да, стал, не стал. Оп, съел. Ай, скелет отдал. Угрожает Финдун. Там Койл может быть, но Койл первый. Пока просто провоцирует на Койл. Хэппи не тратит новый. Хотя новая-то вторая. А с какой целью вы интересуетесь? Фактически чужими деньгами. Там, а как он платит налоги, а переведут, не переведут? Товарищ майор интересуется в чатике. Иллюзия хорошо тут разбудила нейтралов, заставила отступить как раз 120-го. А сам пытается в это время еще подкрепиться на следующей точке, отвлекая иллюзии. Попутно делает разведку фактически, и... И да, выбивает артефакт еще один. Добей скелет только своего. Не добил. Ну и противник тоже не добил. Подключается второй лич, там второй ДК. Ротация героев идет такая. Но пока ситуация у Хэппи лучше по прокачке. Прямо он значительно больше артефактов выпил. Надеюсь, опасно можно новый. Коэл, нова. Кто добил? Ой, Хэппи, Хэппи, Хэппи добил. Артефакт Агила досталось 120-му, но это не самый полезный артефакт. Да, и доедает еще этих нейтралов здесь. Молодец. Вообще, по Хэппи вырывается вперед. У него и второй герой теперь уже повыше по уровню, 1.5 на 1.1. И можно действовать агрессивней. Ой, тут вардики есть. Ай. Видит, 120-й, здесь начинается криппинг. Можно переключиться на ДК, на вражеского. На ДК, нова в ДК. Кто добил? Хэппи добил. Артефакт вытащил. Там уже обсидянки и финды, одними скелетами не повоюешь. Да, Хапачо удается. Небольшим количеством юнитов, ой, по скелетам работает тоже, видите? Лич одного пробил, второго тоже, прям точечно работает. Но Хапачо не удалось подрезать этот артефакт со стороны врага. Гули выходят. Гули, Фрэнди, выход. Так, окружаем, продолжаем крепиться. Большая бутылка маны, Хэппи, выпадает. А, нет, он передал просто бутылку маны, ранее выбитую, сори. Там же зарядный выпадает. Вот кольцо регенерации здоровья ему, выполненные точки. Так, Дарка, второе. По уровню героев все равно, Хэппи, все очень хорошо. По-прежнему Лич дико впереди, уже четвертый уровень получаю, там ДК не третий. Что мы будем делать? Шейт, да, есть. Добивает новый, боялся, что... Может, для темпа он добил сейчас новый. У него второй Дарк Ритуал. Опять Хэппи добивает. Ну что, можно сражаться. Хэппи почему-то не хочет пока сражаться. Накидывает просто ДК с арбы по лицу. Красиво. Ну, Лич пулеметит нормально, у него там когти, серклетка и арба. Влетает классно. Смотрит, что можно еще купить. Купил плюс 6 Инты. Да-да-да. Да-да-да. Так удивляются. Сейчас может Крипджек быть хороший. Да, телепортируется сразу отсюда. А Хапач может... Ай, ну зачем, ну зачем Гулю отдал на фокусе? Ну не подлечил Хапач. Два кольца регенерации у Хэппи. Там ДК очень быстро восстанавливает здоровье. Может быть, знаете что? Хапачу не надо было доедать тех, а сразу красный забирать. Потому что ему как раз этих 10 секунд не хватило, чтобы Магнотаура этого взять. Но он и не даст противнику просто забрать эту точку на халяву. Подрезает первого Финда. Там кто-то у 120-го умер, потому что получил второй Коэл ДК. Гули, гули разваливаются. Финды под свитком лечатся. Неплохо. Финда доедают второго. 45-45 равные лимиты абсолютно. Но по героям 4-3-2-3-3-1. Уже два. Леча, леча, лечи, 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 леча. У него есть Энвул, но он ловит Коэл. Хорошо. Придется сейчас Энвул юзать. Юзает Энвул. Съедает Финда и Хэппи перегруппировается. Ну хотя бы скорее отступает. Ой, Рейнджик, ой, Рейнджик, ой, Рейнджик. Почему он подлечил? Почему он подлечил? Давай, 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 давай. Опа, подлечил Спас Рейнджику. Блин, как близко-то, а? Да надо сейчас Деку останавливать, да. Останавливает Деку вражеского. У него нет телепорта. У нас нет новой, чтобы остановить его. Такое впечатление, что кольцо надо передавать тоже кому-то из героев. Потому что Деку сейчас никто не бьет. Хотя бы одно колечко передать второму герою. 45-45. Очень равный размен. Я думал, на самом деле, что Хэппи там подразвалит. Ворвался вроде хорошо, но мне кажется, свитки не хватило. Там гули очень быстро развалились. Делят красные точки. Привет, Валерий Скроу. Спасибо, что зашел. Чач, пишет Чач. Аура для 120-го ненужная на продажу. Андедовская дублирующая. Аухапача. Пайпа. Надеюсь, не будет проклятия Пайпы. Потому что в последнее время, кому попадает этот топовый артефакт, архмаговская аура, тот проигрывает. Ну, артефакт просто топовый. На карте осталась еще одна желтая точка. Там выбит артефакт, кажется, но остальные... А может, даже и артефакт не выбит, на самом деле. Второй склеп добавляется, 20-й. А что там по баньшам? Это же стадия, когда могут быть добавлены баньши. Последняя зелененькая точка. Хэппи там трется рядом с маркетплейсом. Он Хэппи еще много вложил в покупку предметов. Он еще купил сейчас перчатки скорости. То есть он инвестирует в будущее своем. Как минимум, два артефакта он там купил уже. Плюс там сапоги еще явно у него куплены. Ну, как бы... Тут вообще сапоги выпадают на карте, кажется, нет. А сапоги вообще сейчас выпадают. С плюс восемь точки сапоги выпадают. Медальки, я их сто лет не видел, сапоги. Ну, там, где амулет, маны, амулет жизни, когти плюс восемь уже теперь. И в Эйджен, там сапоги раньше выпадали. Они не выпадают? Просто я их не видел давно. А МШ диспеллитсы не берут баньши на ничем Мироре. Да мы после патча видели, как Хэппи со 120-м сражался у одного, были баньши, у другого нет. Ну, правда, тогда проиграл 120-й, который как-то в баньши выходил. Давно убрали, все, сори. Значит, купленные сапоги. Все, на карте нейтралов не осталось совсем. Оба выходят из лимита, Хэппи продает алтарь. Это, конечно, вообще сумасшествие. То есть, там, алтарь за 170, ты выигрываешь там 85 золота и немножко леса. Настолько уверен, что героев не будешь терять. А потом, знаете, игры заканчиваются массовыми выкупаниями в таверне героев поверженных. Так, пошли дистры. Мана. А, у 120-го телепорта нет. 60 на 70. Герои лучше. У Хэппи ситуация значительно лучше. Начинает он магическим уроном бить по обсидианкам. Переключается на финдов. Ново влетает в финдов. Сплить не сплить. Очень сложно здесь что-то сделать. Первый финд падает. 64 на 60. Лимиты еще минус финд. Не знаю, там, кто развалился у Хэппи. Тоже там минус 10. Лимита было. А, обсидианок надо подпокусить. Все, заставляет поднимать обсидианки, потому что магический урон очень быстро их ушатывает. Влетают по деке. Фокус по лечу. Влетает в фокус. У деки есть инвул. У леча лечат койлом. Вражеского леча тоже фокусят. У него большая бутылка. Либо койл влетел, я не увидел. Скоро отпустит деку. Разваливается. 120-й. Вроде как. У него очень... У него оба героя крайне битые. Он отступает. И финды битые. Лич на последних этаж получает нову. Фокус продолжается. Финн подставляется. В Хэппи отбивается. Ну, 57 на 59. 120-го даже меньше. Даже больше. Сейчас уже меньше, потому что финда отдал. И Хэппи продолжает преследование. Нова влетает. Еще минус финд. Еще минус обсидианка. Четвертый декас со второй аурой. Гонит. Хапач. Подрезает. Продолжает финдов, которые там потупливают. Отдаются. Еще одна нова. Еще минус финд. На последнюю ману кидает койл 120-й. Финн все равно не уйдет, потому что третья нова. Пятый. А, нет. Вот только сейчас третья нова. Сори. Пятый Ильич. 63 на 41. Все. На отступлении. Растерял все. 120-й понимает. Это пишет ГГ Левайт. 1-0 в пользу Хэпи. Понеслась. Но он всю игру был немножко, немножко, местами даже сильно впереди. Это ему позволяло покупать предметы, укреплять героев. В финальное сражение он был готов лучше, у него было чуть больше лимита, значительно лучше предметы и выше герои по уровню. Ну, как бы закономерный конец, на самом деле, в финалке. The Destroyers. The Destroyers are back boys. Back. Back. Я не знаю, почему ты так инфобиастик об этом, мистер Рива-Дио. Но, да, Масс Деструс. Это игра. Четкая игра. Лич в такой вот... Вот посмотришь матч, да, и кажется, что Лич-то покруче деки. Лучше добивает, быстрее крепится, может там нюкануть на ранней стадии. То есть преимущество по выбиванию во время криппинга, то есть Койл не сравнится с новой по добиванию. Из-за механики... Он наносит фактически меньше урона. Стоит, конечно, дешевле, там 75-125, но у Лича и маны больше, есть возможность его восстановить. И ты не можешь в сию минуту нанести этот урон. То есть тебе нужно замахиваться, Койл летит, а там нова прям влетает. То есть при правильном контроле Лич на Харасе не контрится. Ну, либо ты Лича, если пытаешься подхарасить, тоже не получается. Так, я пойду пока создам игру. Вчера мы весьма неплохо поиграли в ФФА. И собрались, хоть и не сразу, но тем не менее. Надеюсь, что сегодня мы соберемся там не за 15 минут техническое обслуживание. Окей, четверг. Спасибо, что предупредили. Можете уже заходить в игру. Название будет «ГГ до восклицательных знаков» и играем, сразу собираемся на мини-рагнарок на 24 человека. То есть сразу после финала будем ФФА-шечку катать. Все, можете заходить. Мы возвращаемся во вторую игру. Амазония этой карты много... Долго мы не видели, ее черкали так или иначе. То есть вот за последние, наверное, три игровых дня ни разу мы не видели Амазонию. Китти Рейс говорит, что значит неплохо поиграли в ФФА. Отлично поиграли. Но я там не выиграл. Поэтому. То есть один раз там был топ-2 с Арконом. А, и потом, да, потом я проиграл. Первую два в С1 и плюс еще третья с противоположной части карты залетел батками. Стрим-снайпер. Не помню, как его зовут, но он уже забанен. Задерза своим. А третья игра была, да, там три человека рядышком. Сложно очень. Прототайпа не удалось продавить. Потом еще один напал. Потом снова прототайп напал. Хэппи снова через Лича. Там снова ДК. Заходит, закупил серклетку. А Калид присматривает. Лич довольно агрессивный бежит сейчас. Так, а там еще застройка такая на базе интересная. Хэппи просто бежит на базу к врагу. Да, нерубка там прям стоит очень хорошо. Но это... Здесь задача... Здесь задача отложить вражеский... Вражеский Т2. Кидает нову. Койл влетает. Хорошо. Кладбище есть, соответственно, есть возможность... Скелетов вызвать. Всем. 20-26. Убивает одного Акалита. Теряет гулю. Акалиты бегают. Ой, не успевает спасти второго Акалита. Отличная агрессивная игра от Хэппи. Но надо валить уже. Лич битый. Нерубка стреляет. Не подпускает. Только скелеты там могут... Скелетов очень много, кстати. Может, Хэппи удастся на каком... Каким-то чудом еще одного Акалита убить? Маловероятно. Еще гульку потерял Хапач. Но у него Т2 уже идет, смотрите. А тут Акалиты все еще бегают. Но уже никого не убьет здесь Хапач. Максимум это... Да, все, заказывает Т2. Не сильно. Не сильно отложил Грейт. Но по лимиту... Как-то странно очень все. То есть минус... Почему? Почему 7 лимит разница в такой ситуации? Это из-за недодобытого золота? Да, 400 золота разница. Вот Акалиты побегали. Это... Ну, 340 золота он потерял. 300 золота. И раньше на криппинг выходит. Так, личом не добил Лайтинг Щилд. Хорошо. Экспу получил. Лич второй. И когти сразу выпадают. Плюс 4 к нему. Довольно нагло сейчас идет криппинг. 20-го не хватает Хэппи-разведки, чтобы вот эту вот штуку покарать. Странно. Обычно Хапач не жалеет там битых скелетов, отправляет. Мелких добили, а вот на второго успевает. Хотя бы под большого кобальда. Ну, скелета доб... Че Хэппи-скелета не добивает? Ну, 120-й добил, а Хэппи нет. А у него была возможность. Лич ждет, скелета вызывает. Ну, сейчас он спокойно может этого кобальда бить. Потому что койл не койл, ты новый все равно добиваешь быстрее. Оп, видите, там выстрел, замах, только даже замах не успел сделать. ДК полный, койл не вылетел, а противник уже мертв. Еще одни когти, плюс 5. Когти. Кольцо еще, плюс 3. Да, это суперфинал, это последняя серия вообще на сегодня. И на турнире. Colorful 4, Каха 3. И вот топ-1, топ-2, либо 120, либо Хэппи. Хэппи ведет 1-0. Он так нагло Хэппи начинает еще крепить эту точку. На, еще новую. Даже не оставляет шансов добить. Ай, гулька сейчас умрет. Еще баш. Две гули теряет Хэппи. О, койл мимо. А там лич уже третий сейчас будет после скелета. Нана. Ой, Нага выходит. Можно ДК сразу тыкнуть. ДК. Ну ДК. Есть Нана. Просто минус ДК. Нага, поможет она или не поможет? Пытается. Но Нага свою покупает Хэппи. Замедляет вражескую Нагу. Нага не может добить Лича. И она сейчас сама подставляется, потому что над ней работает ее подруга из Таверны. Они сидели вместе нормально. Минус ДК и минус Нага. Хорош. Еще сейчас Финда подрежет. Господи, какая трагедия для 120-го. Ох, вот и силу вам Лича. Просто дичь. Минус Финд, минус ДК, минус свежекупленная Нага. Это такой провал для 120-го. 19 лимита на 29. ГГ, выходим просто 2-0. Как Мирор играть за 5 минут. Как вообще Андеда можно убить за 5 минут, да? Оооо, вот это очень хороший контроль, конечно. Очень хороший контроль, очень хорошее исполнение. Опять же, возвращаюсь к тому, зачем берется Нага. Помните, там товарищ еще в прошлой серии спрашивал. Класс. Очень круто. Что это было? Там все просто по пунктам, там все мега логично. Попытки ДК, доминация Лича, добивание, повышение уровня, когда 3-й, 2-я нова, ДК рядом уже битый, убивает, пытается достать красного Лича при помощи Наги, но там покупка своей... Ну, короче, там все классно было. А что вышел-то, спрашивает Стиг? А что вышел-то? Ты еще так, после такой игры в компьютерном клубе, если подходишь и спрашиваешь, а что так быстро вышел? Это такие провокационные вопросы. Там шансов после такой встречи по центру. Разница колоссальная по лимиту, но ладно, там по уровню героев, и без того там ДК был второй Лич, третий. Нага свежекупленная сдохла. Там Хэппи закончил, наверное, с там типа близкий к четвертому, там 3-7 Лич, и полтора Нага должна была быть. Да. Давай на развитие играть, что так быстро вышел-то? Красиво. Мне что-то кажется, что 120-й перестанет после этой серии играть через первую ДК, но сейчас заказывает ДК. Карта! Лузер Пик был на Амазоне, кстати, 120-го карты это было. Сейчас новая его карта. Но в Мироре выбор карты не так решает, естественно, как в каких-то определенных мучапах, ну, разноплановых, не зеркальных. Крайм Кит говорит, сейчас возьмет Лича, уже сейчас. Ну, ему надо отменить ДК сначала, а потом взять Лича. Вряд ли, уже, наверное, вряд ли Крайм Кит. Но это возможно все еще. Пока не вышел ДК, еще можно исправиться. Амальгамант. Ну, сто раз уже было. Там флай справа, посередине инфи, а слева TH. Мне кажется, что да, что Хапач будет снова, снова навязывать свою игру на старте. То есть он пропускает криппинг и идет наказывать за финдов. То есть, когда вы идете в финдов, и у вас гулик меньше, ну, финд выходит поздно, стоит дороже, приходится защищаться. Давайте посмотрим. 24 на 20. Пробивает скелетом. Гуля первая под нерубкой, Лич под нерубкой. Лич делает новую... Не вижу вообще в кого, если честно. Гуля первую хэппи падает. Акалиты пока живые все. Снизу пробует зайти... Ну, покажите, где новую. Там кинули новую, мы не увидели. Минус Акалит? Сколько? Три Акалита уже минус? На две гули. Личу надо сваливать уже. Нет, уже никого не убить. Там второй ДК, нифига бы себе прокачался. Ну, там зеленая точка, понятное дело, но... Сколько? Три гули потерял хэппи? Четыре гули потерял. Жестко. Нет, такой харасс очень-очень не получился у хэппи. Лимиты равны, но... Хэппи за это заплатил дорого. Минус две. Четыре гули, четыре гули. Четыре гули на трех Акалитов. Хреновенькое начало. Лич второй подходит. ДК 2 и 4. Перебивает лечение у Лича. Ну что, может ДК окружим? Нет, нет, не получится. Ну, второго ДК сложно окружить. Все-таки Аура дает преимуществом. Отступает Лич. Очень битый Лич. Гульку доел свою, потому что там летел уже выстрел Финда. Гуля была обречена своего скелета 120-й. Отконтрали будет хорошо, конечно, хорошо. Хэппи, судя по выражению лица, не очень вообще удовлетворен дебютом своим. Разбежались на криппинг. Колечко плюс один. По уровню все еще преимущество есть у 120-го. Но я думаю, Лич немножко... Ну, ему надо еще время дать, и он догонит как минимум противника. С винтами крепится проще, но медленнее. Шейк Зула пишет, блин, научите кто-то через дефис пишется. Хэппи, что, запятую забыл. Вебка должна быть налицо, не должна быть направлена, а не лоб. Запятую еще одну забыл. Жену свою будешь учить, щи варить. Императору не надо учить, как ему вебку ставить. Пожалуйста. Это не главная часть вообще. От него не требуется таких вещей. Ему главное играть и побеждать. Из чего вообще? Научите, кто-нибудь напишите. Хренел щегол. Шейк Зула, надо запомнить этого дерзкого шутника. Отличная фишка, отличный лоб. Смеется над императором. Наглец. Для нас плохо, что 120-й сейчас маркетплейс чистит. И контролирует еще на 12 часах. На 12 часах тоже нейтралов. То есть, если мы говорим о таком раздельном криппинге на островах Эха, то центральные точки, они самые ценные. Может быть, Хапач чувствует, что сейчас против Финдоффа ему нечего противопоставить. Ну, из-за фокуса и за Койла, фоката адреналина нет. Типа, если он встретится с противником на центре, с таким составом армии, ну, он проиграет противостояние. У Лича 4... Ой, извините, 4, 3 перчатки скорости. Ладно, криппинг идет. Хороший артефакт выпадает, паладиновская аура. Максимально универсальный артефакт. Прям, наверное, самый универсальный вообще в игре. Действует абсолютно на всех. Рейнджовые, милишные, герои, юниты, вообще пофиг. Спеллэм юн, не спеллэм юн. Маны есть, маны нет. Паладиновская аура работает на всех. Лимит равный. Да, тут артефакта выбил 120. Лич берет что? Инвульчик выкупает. Это важно, инвул, когда магазин один. Инвул хочется купить любому андеду. Но 120 лучше крепится. Казалось бы, лучше крепится. На самом деле не лучше. Посмотреть на уровень героев, нормально все. Это из-за того, что лагерь наемников и правый нижний угол не закреплен. То есть хапача дает центральные точки, но как минимум черепашек заберет у противника. Френзи готова, Деструйер скоро будет готова. Но это... Это другая приоритизация. Они будут сравнивать с тем, что мы видели раньше. Он играл почти одинаково с большим Найдалом Френзи. Когда он хочет избежать всех фензеров и играть Деструйер из-за того. Так. Здесь немного более консервативный. Плюс шесть НТИ. Отличный артефакт передается Личум. Он прям заряжен хорошо. Да, и в результате хапач лучше прокрепился. 120-й пришел, у нас нет телепорта, кстати. Магазин теряем. Телепорт купил, но еще хочет подрезать Мурлоков на территорию врага, перед тем, как телепортироваться. Да, пошел телепорт. Четвертый Лич у нас уже. Четвертый Лич. Там не третий даже. Ну что, погнали. Минус Гулька первая от новой. Мы вгрызаемся в финдов. Минус первый финн. Третий Лич у противника, но был под Сайленсом. Там был диспл. Гули врываются в финдов. Еще одна новая. Минус новый. Где? Где свиток? Блин, такие красные гули. Ё-моё, разваливаются. Как же свитка не хватает? Лечит своего финда. 120-й. Теряет, не теряет. Следующего. Новая. Минус один финд. Второго лечит на последних хитах. 40 на 40. Лимиты равные. Пока нихрена непонятно. Ловит нашего Дистра. Так, Койл хороший. Пулемет им вражеского Лича. ДК держится. Пытается Дистроера снова спасти. Лечит Дистра. Тот лечит своего Лича. Лич подставляется у нас, но есть НВУ. Нормально. Пулеметит Лич прям под перчатками тремя. Хорошо. Хороший урон наносит. 120-й пока отступает. Но лимит у него не меньше. 46 на 40. Меня беспокоит желтая точка, которая осталась на территории врага. И пара зеленых. Вот если мы сейчас не пропушим, эта собака точно, точно заберет эти точки на халяву. Да, видите, Хэппи берет зеленую точку, остатки причем двух гнолов, а противник забирает лагерь наемников, хотя... Хотя не факт, что удалось бы Хэппи помешать этому процессу как-то. Обращайте внимание, что без третьего героя играет 120-й. Да, там три когтя у вражеского Лича. И Акалит выходит. 120-й вообще думает, что он... Что у него преимущество, что он может... Да, ждет базу. Тут скелет может спалить, успеть Акалита. Не, не успел. Нет, не успел он там. Че делаем? Ману покупаем, да? Переставляют в активные слоты. Бутылка маны. Карта уже пустая, только две зеленые точки на территории 120-го, и 120-й ставит базу. Так. Из лимита пока Хэппи не выходит. Но ему и денег не хватает, чтобы выходить из лимита. Зигурат есть, но под 60. Где финды у нас? А у нас мы играем в Гулли Фрэнзи с Дистрами. Через первого Лича, через там вторую, третью новую, как раз с целью снайперения вражеских финдов. Не будет финдов, будут дестройеры жить. Противник нападает на нас, а мы как раз бежим на вражескую базу. Плохо возвращается Хэппи, не успевает увидеть вражескую базу. Это плохо, нас могут разводить. Нас разводят. Что-то продает даже, чтобы телепорт, видимо, купить. Отдает Слотерхаус, но проверяет вражескую базу. Не успевает обсидианка доделаться. Гулька атакует. Финда убиваем первого, телепортирует 120-й. Он убил три Гулии, блин, на одного Финда. Это вообще какой-то странный размен. Теперь нам нужно каким-то образом его пропушить, при том, что у нас меньше лимита Яхазы. Как сделать это? Да там просто вторая нова влетает, свитка лечения, ну, не использовал Хэппи, потому что, типа, не финальное сражение. А Гулии развалились. Как давить здесь вообще? Как давить? А, там тубредка еще разложилась, помимо Финда. 49 на 60. Я не знаю, как здесь убивать вообще. Сайленс. О, хорошо, первого Финда убиваем без Койла. ДК подставляется у нас. ДК с Энвулом. ДК с Энвулом отступает. Вражеский ДК, вражеский ДК, пустой! Вражеский ДК, пустой! Вражеский ДК... Ай, Энвул передал. Ай, надо Лича лечить. ДК вражеский отступил. Мы Лича своего лечим. База работает. Что делать? Что делать? Что делать? Дестройеров нам отрезают. Минус Дестер, 42 на 57 лимита. Это, конечно, просто аховые для нас. Финда сажали. Лечим. Значит, это много врага вообще. 47-54. Последний Койл влетает в Лича. Грейдится не рука, мы теряем... Не продавим мы здесь. Не продавим, скорее всего. 42-54. Разница по лимиту жесткая. Обсидианок еще у нас не осталось. Реген не идет ни здоровья, ни маны. Если мы сейчас ни тыкнем, ни убьем каким-то чудом вражеских героев, это все. Тут уже ничего не сделать будет. Добиваем Финда. А что там по пятому лечу? Далеко еще до пятого леча. Не продавить. Отступаем, а там база готова. Обсидианку убил, третью рейнджику получил. Что делать? Что делать, не ясно. 47 на 50. О, Дестройер, 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 Дестройер. Да ладно, добьет. Не добил, 9 хитов. Ой, да, тяжело. Амьюст. Хорош там счет писать. Тем более Хэппи уже ведет 2-0. Ну, что ты там душишь-то? 1-1 пишет в чате. Во-первых, 2-0 уже. Во-вторых, еще игра не закончилась. Прояви, пожалуйста. Эксперт. Ну, сейчас у противника колоссальное преимущество. Хэппи собирается с последними силами. Купить хочешь что-то? Да, да, да. Он продает что-то. Присмотрел артефакт явно. Не хватает золота. Сейчас за 400 что-то купит. Большая бутылка мана, окей. Последняя атака от Хапача. Последняя атака. Из преимущества 3-я рейнджерка. Из минусов, как бы, минус 10 лимит. Последний шанс. Третья дистра. 53 на 62. Плюс нерубки еще. Погнали. Фокус. ДК сразу подставляется. Синвул вынужден выпивать. Но первый финд падает. Второго лечит. Быстро, быстро убиваем второго финда. По лимиту все еще пока непонятно. ДК главное своего не отдавать. Не подставлять сильно. Еще пятый ДК. Там третий койл. Но он не тратит койлы. Мы убиваем еще одного финда. Контроль, контроль, контроль. ДК, ДК, ДК. Подставляется. Отступает. Сейчас снова будет влетать в ДК. Опасный момент. ДК у Хэппи падает. С полной маной. Оооо. Надо его выкупать. Тут пытаются леча. Убийц. Чуть-чуть не хватило до убийства леча. Продолжает тыкать в леча. Он уже скорее отчаянно. Вражеский леч отступает. Ауры у нас нет. Леч отступает к магазину. Там у него есть инвул. Надо к... Да, и тут ловятся дестройеры. Минус пять лимита. Леч получает телепорт. Телепортируется. Хэппи понимает, что это ГГ. Пишет, ГГ левает 2-1. Амьюс, ну что... Ну что ты продолжаешь там? Клоунятничать, ну? Да. Было в этой игре два неприятных момента с тем, когда к нам приходили, да? На базу. Там убивали магазин. Размен был такой ближе к нулю, больше к минусу. Второй раз Лоттерхаус. И отмена минус три Гули. Ну, пусть ладно, на Финдану уже с построившейся нычкой. Там важно было 120-му время выиграть, и он выиграл это время. Вот. И... Да, много беготни, отданные центральные точки, не все закрепленное справа. Потом еще лагерь наемников мы не взяли. То есть вот эти вот два разводных телепорта получились... Ну, две атаки на базу 120-го получились на удивление результативными. Из-за того, что телепорта нет, разведка подвела. Очень близкие по скиллу игроки. То есть тут контроль... По контролю, по стратегиям. Хорошо, что они не абсолютно зеркально играют, тогда бы совсем непонятно было, что происходит. Гогетч и Соник еще выступают. И выступают, Фогетч в групповой стадии не прошел. Но он, кстати, Каху мог выиграть и мог выйти из группы. То есть там у него ситуация была... Ну, Каху должен был выигрывать. Он проиграл 1-2, но там победная была как минимум одна карта. А Соника на этом турнире нет, не было. Ну, и атака еще стартовая была такая очень сомнительная. Она не привела к тому, что сильно пострадал по экономике, как на Амазоне 120-й. Подрезал четырех гулей, при этом успел еще первую точку закрепить. И ДК очень хорошо прокачался. Ну и в такой ситуации, да, действительно, у рейнджерки, когда есть доминация по дистрам, когда лич качаный, вообще непонятна роль рейнджерки. То есть у нас, может быть, реально через двух героев играть тогда, раз уж у тебя первый качанный лич. Но Хопачо виднее. Ну, 120-й, видите, по стратегиям тоже. Он же говорил, что у него стратегии лучше. Взял, отказался от третьего героя. Может, это тоже зарешало. Что если дестройеры живые, то есть если ты убиваешь финдов, и дестройеры доминируют, ну, то есть некого, неким их убивать, то Сайленс не работает, скелеты не работают. Вновь ДК против лича, вновь финдов выходит со старта 120-й. Разведочка делает только 120-й. Играет они до четырех побед, то есть с Хопачо еще две карты нужно взять. 120-му три штучки. В суперфинале у нас Best of Seven. И нет никакой ранней атаки от Хэппи. Похоже, он будет работать по артефактам и использовать новую, чтобы добивать. С 120-й это понимает. Приходит. Добил. Скелета добил. Минус два скелета. Несмотря на то, что 120-й не хотел отдавать скелета, даже кинул в него Койл, он не успел... Койл не успел долететь. Сначала комментатор удивился, что Хэппи сделал новую во вражеских скелетах, типа, это неправильно, ну, с такой интонацией и последующей фразой. Но когда 120-й попытался спасти своего скелета, становится сразу понятно, что это действие от Хопача было правильным. Ну, скорее всего, по крайней мере, так считает, 120-й. Ну, Хопач выбивает. Второй артефакт тут не может... Даже новая не нужна для того, чтобы... Так, мантия, отлично, плюс три урона Хэппи получает. Второй уровень. Криппинг просто прекрасный у Хэппи. Это гораздо... Оп, и новый снова. Можно было даже дождаться, учитывая дистанцию, когда он потратит ману и когда он кинет коэл. Да какой 0 XP? Он добил скелета в самом начале, у него... Ай, комментаторы, блин, как я это рефлексирую-то. Да они... Ай, ладно. Может, ботиночки купим? Зачем здесь Хэппи? Да, ботиночки, молодец. Оп, не заденайл. Минус еще два скелета. Недоконтраливает 120-й здесь. Недоконтраливает. А че, калит сюда вышел, интересно, трется. У-у-у-у. Да забей, немцы исполняют времена. Тода не хватает. Вот я скучаю уже по Тоду. Ну, он там довольно быстро поправлял их в таких моментах. Ай, не хватило рейнджа по обзору. То есть, Лич доставал по рейнджу, но не доставал по обзору. То есть, он мог сделать выстрел, но если из обзора в начале анимации уходит юнит, то выстрел не происходит. Добивает Хэппи. Здесь еще берет артефакт. Нова, на тебе, пожалуйста. Немножко увлекся 120-й. Нырнул и получил там где-то на 250 хитов. Ай, Нага, 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 нельзя здесь быть, нельзя здесь быть, телепорта нет. Чего ты делаешь, Хапач? Кидает Нову, откидывается скорее Новый. Хэппи отступает. Гульку, гульку прикрой. Попробуй прикрыть, попробуй прикрыть, попробуй, ну попробуй. Жалко гульке не передать сапоги. Даже если у нее есть бэкпак, не влияют предметы. Вон, видите, немножко экспы есть у Деки, это за первого скелета. Но больше он никого, правильно говорят, не убил. Не убил, не добил. Хэппи просто переконтроливает его в микромоментах. Ну плюс, как бы, то, о чем мы говорили, чисто по механике Лич, ну, Ново превосходит Койл. 1-0, 1-0, там 2.6. И вот в такие моменты сомневаешься, ну, вспоминая прошлую игру, да, стабильнее Хапачу вот начинать именно с скриппинга, а не лезть в аркаду. Нага это пушь будет? Не-не-не, нет-нет. Ундедов не пушат. Ты не можешь запушить андедов. Это самое сложное для пуша раса вообще. Нага берется у 120-го, либо там третий, либо второй. В том числе для мид, для лайтгейма, для взрывного урона, ново-форкет, чтобы сложно было спасать финдов. Ну, или юнитов Койлом. Там не успеваешь просто среагировать. Опа, ДК... ДК с бутылкой. Фух, было близко. Он выкинул серклетку, потом пропил бутылку и снова поднял, для того, чтобы больше жизни восстановить. Третий Лич. О, Нага! Оп, 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 оп! Оп, оп! Что случилось? Нага пропала. Ой, еще блочит, как царь просто здесь. Смотрите. Ой, надо не руку переключать на второго. Спасает кое-как, но... Не дает вообще крепиться. 1.6 у одного героя. 1.6 у мертвого второго героя, 120-го. Хэппи еще тут этого тролля заберет, скорее всего. Давай, давай, я буду крепить твои точки, все стартовые. Еще, смотрите, он Личом горцует. Оп, и Койл промахнулся у противника. На, на! Не, унижение. По микроконтролю, по механике унижение идет сейчас просто. Так. Предметы хорошие, тоже повыбивал Хапач. Обратите внимание, сколько у него предметов по сравнению с тем, что у противника. Там один купленный и когти плюс четыре. Все. Там кольцо, когти, мантия, купленные сапоги и два кольца, которые выбиты, тоже были. То есть Хэппи просто прокрепился значительно круче. Ну все, сейчас скрипим потихонечку своего деку. 120-й тоже пытается, пытается подкачать своих героев, получил 2-2. Все-таки рейнджер, который этим героем, у Хапача появляется. Но криппинг просто быстрее у Хэппи тоже должен сейчас идти. Но расстояние по уровню сейчас будет немножко сокращаться, как вы понимаете. Что уровни растут. Ну, там, сглаживается, короче, вот эта вот разница, которая большая на старте, но потом... Пытается ворваться Хэппи, не дать на этой точке. Ну, остается одна черепашка, хотя бы ее добить. Ну, будет новый, наверное, пытаться. Новый добил 120-й. Нифига себе, нагло как. Пум-пум-пум, что делать дальше? Ну, они будут, видимо, сейчас допиливать нейтралов. Странно, что Хапача, отступая, не докрепил зеленую точку тоже центральную. Вот что ее пропускать-то? Зачем? Четко сканит, видит, где противник. Инта выпадает 120-му, отличный артефакт. Быстро выманивает нейтралов, чтобы время не терять, иллюзия побежала куда-то тоже. Продает ненужный плащ, покупает телепорт. А вот это интересно. 120-й купил телепорт. Продает сначала телепорт, а потом его купить. Может быть, планирует там красную как-то агрессивно подкрепить, но не хочет, чтобы, ну, игра там закончилась в случае нормальной разведки противника, если он подойдет сзади. Почему в матчах ниже, что не видим обумов, местные тележки? Ну, тележки вообще не против кого. Обумы хорошо танкуют, но... Это прекрасная цель для фокуса, для арбы, для дестройеров, в частности. Ну, и дорого еще. То есть это более поздняя стадия. Болезнь не работает, насколько я помню, против вражеских андедов. 49 на 54. Хэппи выходит из лимита. Ману высасывает, Хэппи готовится к сражению. Как же Хэппи читает вообще? Он знает, что противник сейчас где-то рядом, и, возможно, будет крепить его точку рядышком. И он заранее дестройеров поднимает. Стоп, подождите, а куда делся телепорт у 120-го? Будет сражаться против дестройеров с маной? Очень странно. Влетает в нагу, влетает финдов. Нагу, 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 фокусит. Нет, там большой инвул. Лич подставляет... Лич, 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 лич! Еле, еле, там... Доля секунды была. Ну, наш ДК тоже страдает. Но у него там и анки есть, и инвул есть. Мы можем им влетать. Лича своего спасаем. Нагу отпускает. Койл, нова, фокус в нагу. Самое слабое звено, вы прощаете. Так. Лича, 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 лича. Койл лит Лича на последней секунде. Передать бы Личу инвул, а? Хэппич. А, уже передал. Лича убивает, другого спасает 3-1. С очень высокой вероятностью. 38 на 55. ГГ. На она просто. Я не понял. Подождите, а что с телепортом-то произошло? Зачем он купил телепорт и... Как это? И продал его потом? Или он его использовал? Ладно, неважно. Смысл в том, что... А, он топешился на базу. Сори, я что-то... Да, делал телепорт, когда Хэппи пришел. Сори. Но здесь, да, здесь была какая-то странная... Ну, то есть такое впечатление создалось, что Хэппи понимал, что противник на него лезет, был прекрасно готов, а 120-й, не имея какого-то... Ну, так, объективно, со стороны преимущества, он проявлял излишнюю агрессию. Может быть, там недоконтроль был какой-то во время сражений. Там... Черт его знает. Не знаю. 3-1. Так, напоминаю, мы что мы там собираемся под ПП-шку. 12 человек, 13. Заходите. Играем на Европе. Название ГГ до восклицательных. Каждый сам за себя. О, Крео Тентриус пришел. Прототайп. Аркон, специалисты, Фреды, Бладеры, Линкины, Сальваторы, Арсы. Даже Стрелок с нами. Каждый сам за себя случайный раса, случайный герой. Короче, АТР, ФФА, АТР формат. Ну, очень уверенно. Особенно мне понравилось, как старт вообще в этой игре был. То есть сбор всех артефактов не оставляет вообще ни одного юнита, только одного скелетика отдал. Хэппи в самом начале. Потом там настолько уверенно пришел, противника поймал на его же базовой точке, убил нагу, доел эту точку. В результате 1,7 против 3, какой там ДК был, не помню. И не второй. Ну, типа там полтора, 1,8, не знаю, не помню. Каче классно. Лич доминирует. Вот раз за разом вижу, как Лич доминирует. И 120-й не берет Лича. В очередной раз. Это была борьба стратегии, философии. И двоих 아직 уверенности, что их не будет. Дракон. Очень струбно. Четыре картины в целом, с Тедфин-плейом. Серьезно, это был целый год Тедфин-плейом, и за долгое время было очень, очень... Но Хэппи это привлекает изменение. Хэппи это тот, который с Мастер-Строярами, двоих сладочных домов, лучше контролировать первые, новые挑戦ы в первых. Это не ДК Финд-Тераз, который был так страшно, который получил так много HP на его первые герои. Да, и снова криппинг. Когти у Лича. Начало очень хорошее для Хапача. Мы тестили недавно когти, даже по фикшену и четвертой значительно лучше многих предметов. Ну, лучше перчаток скорости, я был удивлен. Ну, потому что выяснилось, что перчатки скорости прибавляют 15% к базовой скорости, а не к реальной. То есть скорость атаки героя формируется от базовой скорости плюс модификатор ловкости. И перчатки скорости не добавляют 15% к реальной, а добавляют 15% к базовой. Ну что, нова влетает хорошо, скелетов вражеских разруливаем, своих спасаем. 2.3 на 1.6 по уровню уже все хорошо у Хэппи. Он еще продолжает. Крипится прямо на глазах у врага. Вообще его ничего не смущает. Ха-ха, провокация. Ой, как же... Все, отлично. То есть он добил, он съел свою гулю, отогнал финда и очень сильно покоцал Деку. Ну, ДК не мог там... Ну, он стоял, ждал, когда гули скелеты покоцают тролля до состояния здоровья меньше 100, и после этого он хотел кинуть Койл. Но во всем этом ожидании он постоянно, отлича, получал плюхи. Гули, конечно, тоже терпели от нейтралов, но что ж поделать, от финда, главным образом. Ну, как за скелетов сражаются даже. Там за них, типа, что-то 12 экспы дают. То есть в два раза меньше, чем за рабочего убитого. Ну, настолько все близко, что... Прямо за каждого юнита идет сражение. Ай! У них там лаги опять. Да, все нормально. О, не добил своего скелета, только похвалил. Лич третий, ДК не второй, 1.9. Очень накидывает хорошо лечевка. Ботинок только не хватает. У него не было возможности пока сходить в магазин и купить ботинки. Даже, даже вот иллюзии он до конца, понимаете? Даже выманивает иллюзии, блокирует, провоцирует на сетке. Это такая... Это очень высокий уровень. Я уже много раз за турнир это говорил, но реально уровень растет и растет в арике. То есть, чтобы так использовали иллюзии, там, в каком-то там, не знаю, 5 лет назад даже. Не говоря уже там 15 лет назад. В невероятном. А, он еще перебил лечение иллюзии, ДК. Иллюзия без дамага же перебивает лечение. Ну все, хапач продолжает крепиться. Скелет делает разведку 120-го, тоже пытается покоцать гульку. Тут лич второй. Блин, могут нам не дать этого гнола, потому что... Ай! Да, уже снова и приходит 120-й. Вовремя приходит. Спасает. Два-два, 120-й добил. 120-й добил. Но предмет достался все-таки хапачом. Мне казалось, что у лича не хватало там хэппиевского на нову в тот момент. Но я не фиксировал точно количество, чисто визуально посмотрел, что маны пограничное значение. Надо присмотреть этот момент, чтобы понять. Ну, пытается лич хэппичевский здесь кого-то добить, но его, видите, также зонит вражеский лич. Не дает подойти. Приходится отступить. То есть его магазин забирают. Это плохо. 120-му не повезло с артефактом на продажу. Ой, ДК, ДК не успел отойти от камня. Получил. Что-то как-то у 120-го получше ситуация. Лимиты побольше. Криппинг лучше. Соби-маску обычно оставляют ДК. У него более ровная трата маны. У него нет другого источника восстановления маны, типа Дарк-ритуала. Ну, у него заклинаний меньше стоит тоже. Проще накопить. А, Титикака говорит, что когти собрал все-таки с того гнола 120-й. О, был ждать. Привет. Так, сейчас ситуация у нас довольно опасная. Убиваем вражеского финда, который оказался все-таки во время криппинга. Противник добивает, берет артефакт. Какой еще? Еще один скролл за бист. Но, блин, у Хэппи тут армии нет. Пытался добить. Хэппи понимает, что... Что-то это самое. Не может он пока что сражаться. Не может пока... Я не знаю почему. Такая ситуация сложилась. Вроде лимиты равные. По криппингу вроде сильной просадки нет. Только по рейнджерке мы немножко просаживаемся. Клич у нас даже опережает врага. По золоту вроде все нормально. С аккалитом изовтыков не было. Закупка у вражеского леча тоже круче. О, Финда поймал. Это хорошо. Я вижу второй Слутер Хаус. Возможно, реально Хэппич собирается прям масить дистров. Тем более там рейнджерка у врага будет что подиспелить. Фан говорит, привет. По поводу уровней хороших показателей. Если правильно помните, тележку прокликивай, иначе как раз Хэппи. Тогда я смотрелась как Гудмод. Да, сейчас это стандарт для андейдов. Сейчас Хапач, кстати, не прокликивал тележку. У него просто их две сейчас нет смысла. Провокация от Хапача. Я красную закреплю, если ты не будешь подходить. Обмена ударами. А, это наоборот. 120-й же синий, а Хэппи желтый. Сори. 120-й провоцирует. У нас пока преимущество только по второй нове. Четвертый лич. Ну-ну-ну-ну-ну, Хапачу нужно нападать. Там уже прям-прям-прям-прям-прям. И троллии пытаются отрезать. Алло! Минус тролль. Плюс книжка. Мне кажется, Хэппи пытается выиграть время до появления первых дестройеров дополнительных. Да, все. Дестройеры высасывают ману. Поднимаются. Ну, красную точку отдает все-таки. Третий лич, вторая нова. Да ладно! Там вторая нова, второй койл. У нас второго койла нет. Сейчас Хэппи, типа, нужно сражаться. Он не дестройер с маной. Но он проигрывает по уровню второго героя. Крайне странная ситуация. Хэппи еще немножко больше. Но опять же, по герою, по артефактам. Да, гули врываются. Гули врываются. Ну где, блин, койл первую гулю не хочет. Фокус по финду. Минус первый финт. Хорошо. Рейнджика получает второй. Второй финт выживает. Фокус по второму. Минус второй. Отлично. 57-54 лимита. Более-менее равный. Продолжается фокус по вражеским финдам. Фокусим его лечат. Он отступает. Не успеваем убить этого финда. Он убегает на последних хитах. Что делать? Что делать? Рейнджику начинает фокусить. Спасают этого финда. Ново. Убиваем одного. Хэппи получает наконец-то второй койл. Третьего деку. 51 на 41. Хэппи меньше. Меньше хапача. Фокус по обсидянке. Минус первое. Фокус по деке вражескому. Вражеские финды возвращаются. Нашего деку бьют. И другого деку бьют. Где? Что там по инвулам? Оба деке отступают. Красные вправо. Койл, койл по личам. Инвул. Спасает на несколько секунд. Своего деку 120. Да, это 120. Лечит своего лича. И делает телепорт вынужденный 120. Потому что да. Потому что Хэппи бы его не отпустил. Так. 51.50. Быстро выбиваем артефакт. Пока он собирается с мыслями. Быстро-быстро-быстро пытается это сделать Хэппи. Но быстро не получается. Потому что деструйеры с магическим уроном плохо пробивают Голема. Пытаемся убить. Ой-ой-ой. Дека падает на криппинге. У Хэппи нет. Он выбивает артефакт. Минус ДК. Минус Дестройер. Что? Блин. Ай. 49 на 42. Гаргу Хапачан будет выкупать ДК быстро. Бежать на красную, видимо, выбивать артефакт. Пытаться. Блин. Вроде нормальной была тема с убиванием артефакта. Но пришлось ему вернуться. Добавлять ДК урон под Голема. Потому что медленно шел процесс. И тут 120-й читает, где находится Хэппи. Это может быть конечное. Обсидианки показывают, куда идет Хэппи. Хэппи понимает, что у него хвост. Лимита у него меньше. Выбраться отсюда очень сложно. ДК битый. Дестройера поднимает. Как здесь вообще убежать? ДК без Койла. Хэппи пытается выскочить. Теряет. Ай-яй-яй. Там левелап еще. ДК пытается уйти. У него есть инвол, он его прожимает. Пытается. Ну мы без маны. Блин. Сетка на Гаргу. ДК еле живой. Ай, сейчас ДК умрет, если подойдет. Все разваливается. 39 на 49. ГГ пишет Хэппи. 3-2. Ё-моё. Ну, на самом деле классно. Борьба хотя бы есть. И интрига торжествует. Самое непонятное было происходящее на красной точке. Вроде Хэппи должен был наказывать противника нападать, не отдавать ему ни экспу, ни деньги, ни артефакты. Вроде как дестройеры у него были уже готовы. Чуть-чуть времени, кажется, не хватило. А после этого уже второй Койл. Там ДК докачался, артефакты. Я, правда, даже не знаю, какой он артефакт получил. Но, да. Но игры классные. Я давно мирор андэдовский. Знаете, как я к мирорам, особенно андэдовским отношусь. Там почти всегда все одинаковое. Но здесь они по исполнению очень сильно вытаскивают, поднимают интерес. О, а у нас уже, кстати, фулл хаус. Молодцы. Спасибо, что собрались. Мы еще с вами поиграем сегодня в фашечку. Там подонок, каламбур, грин машин, крэзи мэйдж, дэдли китон. Дэдли китон отличный. Элемент. Сиэны Беса. Игорек. Кажется, у нас Игорек косячил, если я правильно помню, да? Игорек даже и на сайте был, кажется, забанен за тимминг. Ой, Игорек, Игорек. Я ошибаюсь или нет? Сейчас мы поднимем Игорька. Игорек. Как пишется никнейм? Игг, Горек. Игг, Горек. Игг, Горек. Просто вчера у нас тоже, помните, тиммер зашел? Игг, Горек. И не раз, говорит, Роуч. Понятно. Да, Игорек, Игорек. Да, у него масса смурфов. Это вот Мишкер, Прости, Лак, Вурдалак. Понятно. Игорек, Игорек. Там он еще в игре общался, я помню, да. Есть слот. До свидания, Игорек. Хорошо, что на ГГ есть история, так вообще помню. Но вчера я забыл, там пришел человек, через всю карту Бэтрайдерами прилетел. Там товарищи тоже на стрим, стрим слушали, общались в процессе. Игорь, Игорек. Вроде раньше Игорек палился, но потом исправился. Ну, я помню, потом он еще создавал как раз аккаунт и врывался, спамил, типа, я не виноват. Но он тот еще стрим опал. Нэр говорит, ГГ not found. Ну, там уже фулл хаус, там уже нет места, поэтому... Не-не-не, вчера был не Игорек, вчера был... Вчера кто там с батками-то был, какой никнейм... Блин, уже забыл тоже. Сейчас напомнят в чатике. Ну, прикиньте, вы играете в... Через всю карту батками летите, майкеру шахту специально поджечь. То есть там у нее и так два ВС-1, и еще прилетает чувак с другой карты. А, Рамонт, Рамонт был, да. Все, просто стримчик включаем, карту смотрим, развиваемся к мишке, летим пофиг на игру, на прогресс, то, что мы проиграем, главное подгадить. Странные люди, только настроение портят такие. Ладно, не будем отвлекаться, поиграем в Фуфа после этого. Да, с химерами такое были, видели через всю карту, тоже летели. С танками приезжали тоже через всю карту без разведки. Странные персонажи. Стандартно играть не могут, ну, выиграть не могут, но хочется внимания. Видимо, это приводит к тому, что они таким образом его привлекают. Тартл-Рок, счет 3-2, у Хэппи по-прежнему преимущество в карту. Ой, Акалит, блин, Черепашка последним выстрелом добила Акалита. Ай-яй-яй. Агилка выпадает. Акалит наш союзный тут пытается что-то сделать. Варлонли поддержал на 300 рублей, говорит, спасибо за 15 лет контента. Спасибо, что так долго нравится и смотрите. Большое. Спасибо тебе. Я такого никнейма не помню. То есть вар в чатике не активно отписывается. Так. Что мы знаем о ТРе? Мы знаем о ТРе практически все. Не знаю, с чего начать, что рассказать. Но очень много зарядных артефактов, уникальные варды на магазинах, которые позволяют контролировать. Две красные точки с потенциально мегаценными артефактами. Я имею в виду с лечением, с руной лечения и с большими ограми, из которых выпадают. Еще две красные точки тоже с потенциально мегаценными аурными артефактами, что из троллей выпадает. То есть тут... Тут, наверное, зарядные артефакты больше всего влияния оказывают на первичные сражения, потому что четыре точки по центру, крепятся сравнительно легко, большие бутылки потенциально выпадают, инвулы, маны, хилы. Ну, четыре предмета, которые могут серьезное влияние оказать. Короче говоря, много ценных артефактов разного плана. Мне очень нравится, конечно, когда лещ уже с сапогами такой под затаркой начинает на скорости на хорошей пулеметить. Амальгама говорит, что это любимая карта Хэппи. Он так говорил. Спасибо, Фред. Очень классный турнир, конечно. Я не ожидал тут и неожиданные серии, и много новых даже местами тактик тот же самый Каха показал там с Питлордом. К сожалению, англоязычные комментаторы не поняли, не заценили, но прям там видно, что человек подготовился конкретно к Теринасу, конкретно против Лина. И очень много близких серий, и там игры там как раз 3-2. Опа! Лич уже начинает со второй новой тыкать в деку. А как он отсюда убегать-то будет? Да, вот так вот покрепится сейчас. Жалко его с той стороны не подлежать. Может, мы как-то гулее возьмем? Лич не собирается отступать. О, это Майн Геймс! Хорошо, Лич выходит из... То есть, понимаете, ожидаемое поведение Хэппи было обойти магазин и поймать его снизу. И на это ожидаемое поведение 120-й назад повернул. Чуть-чуть не хватило ли еще рейнджа, может быть, внимания или скорости, я не знаю, для того, чтобы пульнуть нового в этого декуя. Да, да, он дальше не отступал уже, все. То есть там минус-телепорт был бы. Спасибо, Слонер, за переподписку. С появлением вражеского леча уже не так комфортно. В тебя тоже та же самая новая может влететь, помягче, но считывая, что здесь финды есть, Хэппи, чего очень аккуратно здесь надо действовать. ДК наш подтягивается с Койлом, скоро подлечит. Новую... Ой, гулю нашу ловят в сеточку. Сожрал свою гульку. Вот я не знаю, зачем в такой ситуации ждать, когда гулю добьют. То есть понятное дело, что ее убьют. Может, кинуть новую и сожрать ее в такой ситуации, чтобы ману восстановить. Динает скелетов тоже, уже как норма, понимаете? Такой уровень контроля, что уже перестаешь удивляться. Попробуй правильно там попреследовать и на регулярной основе докидывать и своим, и чужим юнитам. О, можно попробовать, наверное, в деку нырнуть, не? Блин, добивает... добивает... Огра. Но самый главный артефакт достается Хэппи. Это... Плюс 100 маны. Они пилят этих троллей и огров напополам. Нова, чья была, кстати, нова? Хапачевская. А здесь нововражеская. Окей. 2-6-1-3, 3-3-1. Да, 120-ый здесь даже больше поднабил. Ну, игра только начинается. 120-ый на как раз зарядный артефакт выходит, крепит. Выгоднее, чем Хапач. Выгоднее, выгоднее. И быстрее уже арба есть. Что там выпало? Скорл в забист. Не везет пока что 120-ым. Это нормально для нас. Второй уровень ДК. Что делать? Хэппи выбирает мешать противнику качаться. А, может даже забегание на мейн? Нет? Не, он видит, он видит, где противник. Берет рейнджерку. Пытается крипджекнуть. Большая черепаха не убита. 120-ый понимает, что подходит сзади, надо перегруппироваться как минимум. Здесь новую надо кидать. Почему не пытаемся новую кинуть, добить черепашку вообще? Отгоняем, пока противника отгоняем. Черепаху потом попилим, если получится. Гонит дальше противника, заставляет его делать койл. Второй новая, хорошая финда, которого нечем полечить, минус финд. 40 лимита на 40, лимиты равные. Обсидианка взлетает, на последних хитах ловит новую. И гули врываются финдов, один финд падает, гули тоже разматываются. Спасает на последние доли секунды вторым койлом своего. Но лич, лич, лич подставляется делать телепорт здесь 120-ый. Хорошо. Рейнджерку не успеем? Не успеем. 42 на 20. На 32 хэппи разменялся в минус 8 лимита. Да, я так радовался, что... А мы там всех гулей слили. Рунные браслеты хапачу, это такая награда за, типа, выигранное сражение на 120-ый сразу после телепорта. Двигается не на желтую точку, там, ближайшую, а сразу на красную. Да, что делать? Забирает первую кр... Пайпа выпадает! О-о-о-о-о-о! Выглядит от него просто отвратительно! И хапачу тоже с Кроллаф-Зебист выпадает. ДК прорывается, покупает телепорт Продолжает крепиться Выбивает себе второй амулет маны, судя по инвентарю Телепорт берет Тут так быстро перетаскивает, конечно, артефакты Там доли секунды И надо красную успеть забрать 120-й делает разведку, видит, где находится хапач Успеет, успеет, не успеет, успеет, не успеет, должен успеть Должен успеть, должен успеть забрать красную Тем более забирает зарядные артефакты 120-й А что у него там уже есть? ДК, смотрите, какой затаренный у хапача Рунные браслеты, два амулета, броня, серклетка Личу передал медальку, только что медалька еще была у... Не, предметы, у Хэппи предметы хорошие на дистанцию, ну кроме пайпы Кроме пайпы То есть если затягивать игру и подтягивать героев по уровню Такие артефакты будут ценнее, чем зарядные Ну типа высасывание маны, вот эту большую инву Плей там 48-47, лимиты равны, но я не знаю, как здесь сражаться 4-3, 2-9, 4-3, рейнджик у нас проигрывает Ну что, сражаться будем? Блин, капец, кажется, будет сражаться У нас рейнджик и не третья Ладно, погнали 54 на 49, 120-го больше, но это до заказ Реальный лимит здесь одинаковый Хэппи передумывает, отступает Сайленс, не успел снять Койл, не успел кинуть Ой-ой-ой-ой, врыв идет, непонятно, что происходит Финда убивает, теряет второго Хапач кидается во вражеского, во вражеского спасают Начало просто аховое Финда только сейчас первого Хэппи убивают У него дестройер под ударом Здесь спасают Финда убивают нашего дистра 56 на 45 Уже минус больше, чем 10 лимита Хэппи пытается здесь как-то Не, он телепортируется, подрезает Финда под конец 53-45 Хреново, блин Ну хотя бы спасся Да ладно, неужели это комбэчная чегла? Еще собирает черепаху здесь, 120-й Опа, ну добей! Кто добил? Добил, 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 в Хэппи вроде добил Кажется Артефакт, конечно О, еще одна новая хорошая, от кого? Да, от 120-го Так, и на его территории еще остается желтая точка Ну это просто, просто-просто-напросто Герои более-менее сопоставимые У 120-го апкип, но лимита больше, соответственно, 56 на 50 Хапачу надо вроде как сидеть Но тогда он дает еще одну желтую точку И еще у 120-го есть желтый на 12 часах То есть в сухом остатке получится Получится хорошее преимущество по прокачке Успеет ли Хапач здесь его поймать? Нет? Может успеет Ну а точка уже выщелкивает мелочевку сначала Скелетов поднимает На закуску оставил большую черепаху Хочет ее забрать 4-3, фиксируем их спутч Добивает 120-й Врывается Хэппи, хорошо, минус первый финт Второго спасает опять же 120-й ДК наш с рунными браслетами с инвулом нормально вроде как живет Закопка появилась 120-го Оказывается, есть такой грейд Лечим своего лича Там очень битый ДК тоже у противника Лич, 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 лич Лечит его на последних хитах Какой валидол? Минус еще один финт у 120-го Хэппи тоже в ответ теряет своего Не отстает Нет койла у нас Маны на койл нет Лич битый И надо что-то делать Как-то отступает Короче, Хэппи 56 на 56 Размен равный Но точку мы А, нет, дестройера отдаем Минус 5 лимита 4,5-4,5 4,1 на 3,7 И 3,7 на 3,4 Короче 120-й впереди Бриллиант Саура работает Большой инвул там еще у Замечательного игрока 120-го есть 1,2 Да, еще по грейдам отстает Верно Я не обращал внимания вообще на грейды То есть плюс 2 апгрейда у 120-го Он идет в атаку У него больше армии Больше маны Хэппи жмется у себя на мейне Магазин под ударом Закупается напоследок Финт немножко выходит Ну куда вылез Финт Ну вот куда вылез Финт Минус Финт сразу сходу Второй тоже тупит Минус второй Финт Прям на базе сейчас начинает Хэппи косячит по микроконтролю В защите, казалось бы Подрезает вражеского 54-55 лимит сопоставимый Но мы помним про ману Тут Хэппи нужно что-то чудесное делать Ну типа вражеских героев резко убивать Не знаю Потому что если будет вот такая динамика Мы просто по мане просядем Леща мы ловим В смысле лещем своего Вражеского не убиваем Вражеский ДК подставляется замороженным И мы его фокусим Но там есть инвул Там есть телепорт Там все есть Дестройеры работают Убиваем Финта 54-52 Лимиты более-менее 120-й ставит базу Может быть это шанс Так как мы отбились И он потратил деньги на нычку Может быть мы как-то сможем Убивает еще одного Финта Хэппи Продолжает атаковать Дестройерами обсидианок С бонусом Тут лич у нас Но мы его лечим Хорошо 51-55 Хэппи уже больше Плюс 4 лимита Можно попробовать контратаковать По крайней мере Надо проверить его базу Не дать ему На эту базу на халяву поставить Рейнджика вырывается вперед Мы ей навешиваем Тоже неплохо Хэппи Немножко отступает Он не знает Скорее всего О базе То есть ему Нужна разведка Он играет сейчас с позиции слабого Ооо, что-то там дропнуло Че дропнуло-то? Сейчас пересоздам Извините Быстренько Чтоб Ну это видимо батлнет чудит Так Че делать? Че делать? База там строится 120-й снова нападает Это нападение такое Оно просто пыль в глаза Из серии Сиди на базе Пока Но Так, хорошо Видите, как Нову кинул класс на Хэппи Дождавшись вражеского Койла После Койла Чтобы не было возможности подлечить И здесь пошло Пошло уже укрепление Проверяет Хаппач базу Справа наверху То есть он догадывается Догадывается, что там может быть база Только не знает на 100% Где она И есть ли вообще О, сеточка, хорошо За вот эту вот Халявку мы подрезаем Дестроера вражеского Пытаемся спасти Ну как мы не спасаем финда? Серьезно И еще Дестроера не убили А, о, финда подрезаем Ну где? Просветки нет опять У нас лимита уже больше 61 на 56 сейчас будет Смотрите Осталось только сделать правильную атаку Четвертый ДК Давай, давай Хаппач, интенсивней Блин, интенсивней Разведку делай В агрессию иди Ну допусти, что там есть Он делает разведку сейчас По нижней части Пролетает Дестроером Но жмется Но жмется Боится Следующие атаки Да время уже уходит Там база работает Понимаете? Золото идет Шейду делает Блин, куда деньги уходят? Ё-моё, хаппач Сейчас он пролетит Там увидит базу Уже готовую Выходим, выходим Выходим Все, увидит базу Выходим, хаппач Отменяй этот Этих Как там Сакрафайшал пит Не отменяет Закупается Выходит 63 на 70 Хаппача все еще больше Но денег там больше Встречает 120 Здесь тут же Ново влетает В двух финдов Сайонс Первый же финд падает Хороший момент Для контратаки Еще одного финда Пытается Профокусить Койлом спасает Хорошо Отконтроливает Убивает Следующего финда Очень удачное начало Для этой атаки Пытается фокуснуть Рейнджер 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 отступает ДК 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 Поденвулом Нормальный Рейнджер сзади Хорошо Дестроера Словили Подрезаем Дестроеры там Убивают обсидианок Мы убиваем Вражеского дестроера 52 на 36 Не может подойти Вражеский ДК У него есть инвул Но он его еще не прожимает Держит дистанцию Хороший расклад Для хэпи Потому что дестроеры Словлены Отсюда отступить сложно Лича мы лечим Вражеского бьем Если этот подойдет Мы его новый убьем Падает ДК Наш лич живет Тут сложно что-то сделать Койлом лечим Лича Он теряет Короче Рейнджер Рейнджер 120 Личом пытается отступить Он не отступит Пишет ГГ 4.2 Хорош Димон, молодец Блин, ну как Конечно Красава Игрок просто супер Красава Просто из лузеров После победы Победы Кахи Отправился в лузера Первый Мун Потом там Че у нас там было Кто там был еще Калорфул Романтик Снова Каха Реванш Круто Очень потные игры Классные игры Класс Хорош Хорош И конкретно в этой игре Ну просто все уже было плохо Там из последних сил Там Бриллиант Саура выпала Проклятие, кстати, сработало Экспанд строится Но 120-му не надо было Вот в самом конце Когда он увидел Надеюсь, он увидел Что там Дестройером его проверяли Что у него есть база Не надо было лезть Вот он на первом На ломе Потерял там Финда одного Дестройера Не надо было лезть Надо было в сейф-мод Уйти Спокойненько там Забрать на 12 часах Точку Получить опыт Артефакт И все И сидеть там Себе под нерубками Под вышками Отбиваться от Хапача Хэппи, конечно, красава Крутой турнир получился Прям класс Мне понравились Ммм Бонк